Пусть холста История обучения детей рисования в нашем учреждении началась сразу со дня его основания, 86 лет назад. Сегодня в студии изобразительного искусства «Аврора», получившей свое название в 2011 году, с большим интересом занимается почти 500 увлеченных изобразительным творчеством детей от 7 до 17 лет. Почему в нашем технологичном мире ребята все так же любят этим заниматься и выбирают коллективы студии «Аврора»? Мне здесь нравится то, что мы ходим в музеи. В этом году мы ходили в театр, и мы рисуем то, что мы увидели в театре или в музее, на эту тему работу. Мне нравится, что мы работаем коллективом, потому что одну работу, каждый человек делает одну работу, это неинтересно. А если мы коллективом одну большую, это уже веселее. Недавно мы рисовали на тему мосты Санкт-Петербурга, и моя работа по Кронверскому мосту отправилась в музей мостов. Я решила прийти на такой кружок, чтобы развить свои способности, потому что если талант есть, то, как по моему мнению, его надо развивать. Я в детстве любил рисовать, и мне мама сказала, а не хочешь ты пойти на рисование и лучше начаться рисовать? Я попробовал, и мне очень понравилось. И из-за этого я начал сюда ходить. Рисование для меня – это радость. У меня поднимается настроение. Для меня это счастье. В своем коллективе мне нравится мой преподаватель. Она очень хорошая и интересные темы для занятий. У нас никогда не бывает скучных тем, которые нам не нравятся. Еще мы часто ездим на мероприятия и проводим их в самом дворце. Каждый ребенок – это целый мир со своими уникальными способностями. Создание условий для развития детей, тех, чьи задатки только начали проявляться, и тех, в отношении которых есть надежда на серьезный скачок в творческом развитии, является главной задачей педагога в студии. С детьми работают творческие, талантливые, неравнодушные педагоги. Ирина Леонидовна Погожева – педагог изобразительного творчества со стажем более 30 лет. Работа ее детей неизменно становится призерами и победителями самых статусных конкурсов. Галияна Среддиновна Житомирская – обучает рисованию не только на бумаге, но и на ткани, стекле, дереве и разнообразных материалах. Екатерина Павловна Лебедева – настолько умеет увлечь детей, что у них появляется желание сделать творчество своей профессией. Анна Игоревна Панова – целеустремленный педагог, в приоритете академический подход к обучению детей живописи и рисунку. Наталья Александровна Лежнина – внедряет нетрадиционные технологии в работе с пластилином. Наталья Олеговна Гурьяновская – художник-акварелист, активный участник Общества акварелистов Санкт-Петербурга. Наталья Александровна СЭС является организатором, ведущей и членом жюри различных творческих мероприятий и проектов, персональных выставок. Пленерные акварели Натальи Александровны хранятся в Музее пейзажа города Плёса. Ксения Евгеньевна Струганова – молодой педагог студии. На занятиях уделяет большое внимание современным технологиям обучения изобразительному искусству. Обучение ребят разного возраста в нашей студии происходит поэтапно. На начальном этапе для детей от 7 до 10 лет мы предлагаем занятия по дополнительной общеразвивающей программе «Азбука изобразительного творчества». Освоение этой программы помогает ребятам познакомиться с теоретическими и практическими основами изобразительной грамоты, с разнообразием выразительных средств. На этом этапе важно заинтересовать ребёнка миром изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Мы стремимся воспитывать в каждом ребёнке искреннее стремление быть причастным к общему делу, заботиться об окружающей среде, уважать историю своей страны и ценить семейные традиции. Изготовить игрушку и подарить её, написать письмо с добрыми словами – вот тот небольшой и не очень заметный, казалось бы, вклад каждого маленького гражданина в большое и нужное дело. На втором этапе обучающиеся могут и к нашей радости продолжают обучение по дополнительной общеразвивающей программе «Изобразительное творчество». Эта программа направлена на углубление первоначальных знаний и интереса юных художников. Дети учатся самостоятельно находить в окружающем пространстве необычное, удивительное, красивое. Этому способствуют пленерные занятия. По сравнению с работой в мастерской, на пленере перед обучающимися открываются просторы, многоплановость, богатое разнообразие форм, величин, цветов, необычная и постоянная смена освещения и атмосферных явлений. Поэтому в программе запланированы пленеры в живописных местах нашего Фрунзенского района, в исторических локациях города и пригородов. На наш взгляд, полезный и интересный опыт приобретают ребята, участвуя в совместных пленерных занятиях со студентами Российского колледжа традиционной культуры, нашими сетевыми партнерами. Долгожданными для наших студийцев являются традиционные выезды в детский оздоровительный лагерь «Заря», откуда ребята привозят яркие работы в различных живописных и графических техниках на разнообразные темы, от зарисовок растений до живописных этюдов фигуры человека в пейзаже. Кроме этого, игры на свежем воздухе, прогулки по берегу Финского залива, утренняя зарядка, возможность укрепить здоровье ребят и еще больше их сплотить. Создавая в коллективе атмосферу общности интересов, поддержки, уважительного и внимательного отношения к друг другу, мы, конечно же, объединяем свои педагогические усилия с родителями обучающихся. Как, наверное, у большинства, наши родители – активные участники и помощники во всех творческих проектах и событиях, от процесса подготовки до совместной радости от полученных достижений. Для нас важно, чтобы личностный рост и социализация каждого нашего студийца проходили успешно. В этом нам помогает педагог-психолог дворца, с которым мы планомерно сотрудничаем на всех этапах обучения ребят в студии. Дети среднего и старшего школьного возраста, которые хотят целенаправленно заниматься искусством и получить более глубокие знания, переходят на дополнительную общеразвивающую программу «Мастерская живописи и рисунка» с использованием сетевой формы обучения. Программа реализуется с нашими сетевыми партнерами, спектр которых ежегодно расширяется в зависимости от образовательных потребностей ребят, их исследовательских интересов и задумок в проектной деятельности. На занятиях по этой программе обучающиеся узнают много нового из области истории искусств, о стилях и направлениях, видах и жанрах искусства, о творчестве художников и технологиях работы с различными материалами. Мы предлагаем ребятам сделать свое собственное открытие, выполняя исследовательскую работу или проект. Для нас важно, чтобы вместе с ребятами были заинтересованы в проектах и исследованиях и родители. Сейчас совместные проекты и праздники стали традицией студии. Каждый год новые коллективные проекты посвящаются актуальным для всех темам. Так были созданы проекты искусства на защите экологии, театр глазами детей, под знаком юбилея и другие. Вместе с нашими единомышленниками, педагогами Архангельска и Краснодара, при поддержке Музея мостов и библиотеки имени Пушкина, мы задумали и осуществили межрегиональные образовательные проекты «Чудо света» и «Мосты нашего города». В этом году проект «Мосты нашего города» получил свое развитие. К нам присоединяются коллеги из других образовательных учреждений Санкт-Петербурга и других городов России. Опыт проектно-исследовательской деятельности так увлек нашу педагогическую команду, что 8 лет назад мы стали инициаторами открытого регионального конкурса детских исследовательских работ и проектов по направлению искусствоведения «Искусство видеть, знать, любить». Проекты исследований обучающихся нашей студии занимают достойное место в линейке работ юных исследователей из разных регионов России. Наших ребят интересуют такие темы, как взгляд на Петербург сквозь свет фонаря, комикс – неотъемлемая часть современной мировой культуры, городской двор – вчера-сегодня-завтра, граффити – искусство или вандализм, герб моей семьи, зеленый цвет в живописи, путешествие к храму на Белой горе и многое другое. Лучшие работы публикуются на страницах электронного СМИ «Первая ласточка. Научно-практическая деятельность в дошкольном, школьном и дополнительном образовании». Мы гордимся достижениями наших ребят. Многочисленные дипломы победителей и призеров, грамоты за участие в выставках, памятные знаки за активность в социальных проектах доказывают высокий уровень полученной на занятиях компетенций. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Главное право каждого ребёнка – право на полноценное детство, сочетающее в себе эмоционально комфортное состояние и полноценное психофизическое развитие. В связи с этим основная цель современного дополнительного образования – помочь ребёнку использовать ресурс детства в интересах развития собственной личности. Армянский художник Врешки Ракосян на наш взгляд ответил с точки зрения детей. Рисовать надо, чтобы быть счастливым и дарить миру добро и красоту.